уважаемые козероги всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 20 по 26 сентября включительно что ждет вас в этот период информация общего характера расклад подойдет как для женщин так и для мужчин поэтому я вас всех приглашаю к своему столу события этой неделе я буду рассматривать в общем основные ее моменты связаны с вашей работой карьерой с вашими финансами также рассмотрим что будет происходить во внешнем мире ваша личная жизнь и для тех кто в паре и для тех кто продолжает оставаться в свободном поиске вопросы здоровья в этом раскладе я не рассматриваю но если будут карты которые могут указывать на проблемы со здоровьем конечно же я это озвучиваю напоминаю что этот расклад общий он не является вашим индивидуальным но я надеюсь что многие из вас даже в общем раскладе найдут для себя важную и полезную информацию досмотрев это видео до конца вы можете смотреть этот прогноз как по солнечному знаку по основному знаку гороскопа также и по студенту таким образом у вас будет больше информации для сравнения для анализа и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану произвольном порядке после основной выкладки и ответит на ваш заветный вопрос колода полностью готова и мы с вами можем начинать и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые козероги все карты перед вами взглянув на ваш расклад уже могу сказать о том что для многих этой неделе будет очень продуктивной вы сможете сделать очень много но в начало этого периода вы входите на нервах есть какие-то сложные моменты есть возможно с кем-то споры или конфронтация об этом говорит пятерка жестов она также может показывать любого рода конкуренцию и возможно то что кто-то вас провоцирует на вот эти самые конфликты пытается вывести вас из нормального состояния поэтому из-за чего-то вы нервничаете но для кого-то это может быть вполне конкурентная здоровая борьба когда у вас есть основная работа и вы всегда хотите быть лучше кого-то выше кого-то если вы пытаетесь выстроить свои личные отношения эта карта может показывать конкуренцию для кого-то даже и в личной жизни общий запас энергии неплохой но эта энергия расходуется в неправильном направлении вам не нужны скандалы вам не нужны выяснения отношений это то что будет вас обесточивать давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели что же входит в вашу жизнь на общий фон всех событий выпала четверка жезла в общем-то карта стабильная и она говорит о том что все будет не так уж и плохо надежными тылами для многих из вас можете являться кто-то из самых родных и близких людей тех кто в отношении вас проявляет преданность и заботу на кого-то вы можете рассчитывать но и вы также кому-то по этой карте готовы помочь когда у вас все неплохо также эта карта может показывать желание отдыха желание праздника желание расслабиться возможно у кого-то действительно намечаются семейные праздники и юбилеи что-то вы будете отмечать но даже если ничего такого не планируется эта карта может показывать просто отдых встречи с близкими людьми и то что несмотря на то что в начало этого периода вы входите с нервами неделя для многих будет вполне удачной сразу же перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпала восьморочка монет и карта туза жезлов в общем-то две хорошие карты они говорят о том что оба партнера дополняют друг друга если говорить лично о вас вы делаете все для того чтобы заработать принести но ваша вторая половинка также готова и на новые эксперименты возможно в работе в делах для того чтобы что-то улучшить преобразовать ваша вторая половинка как будто бы пытается вас на что-то инициировать подбивает на какое-то новое начинание или дело кто-то из вас возможно зарабатывать даже не выходя из дома вы можете работать можете иметь стабильный доход вы даже когда дома вы толком не отдыхаете если у вас есть основная занятость во внешней мере вы постоянно себе находите занятия вы постоянно в чем-то совершенствуетесь возможно кто-то чему-то учится и для вас важно в чем-то приобретать новые знания и новый опыт в общем-то в ваших семьях есть благоприятное движение а это радует это говорит о том что многие из задуманных планов на этот период вы сможете осуществить и на что-то вам денег вполне хватает но я вижу что вы хотите увеличить доходы больше инициатива идет от вашей второй половиночки или это просто перемены связанные с внутри семейными процессами если говорить о тех кто остается в свободном поиске для вас выпала карта короля жезлов карта шестерки чаш и карта старшего аркана сюда в общем-то и для вас также выпали неплохие карты в особенности если говорить о мужчинах козерогах то эта карта может показывать вас собственной персоной и говорить о том что все-таки события этой недели вы захотите взять под свой полный контроль но при этом вы будете в чем-то советоваться и со своими родными и близкими или с друзьями для кого-то вот эта карта может говорить о том что у вас есть детки от прошлых отношений конечно же вы хотите перемен вы хотите создать новую семью и вы обо всем этом думаете кто-то может быть до сих пор находится в состоянии развода и вы никак не можете развестись до тех пор пока вы связаны прошлыми отношениями вы не можете выстроить новых для кого-то вот эти карты говорят о том что вы можете иметь дело с не свободный мужчиной с мужчиной у которого есть семья могут быть дети или ребенок скорее всего этот человек вам обещают что он действительно разойдется он думает об этом он действительно вас не обманывает но здесь очень много сложностей и вам приходится ждать а вы перемен хотите уже сейчас у тех у кого есть основная занятость здесь тоже вы почувствуете счета поддержку но в работе в делах тоже вас многих ждут перемены если в этом периоде вы оформляете любые бумаги или документы все то что проходит через казенные дома скорее всего вам здесь кто-то помогает но приходится немножечко ждать то есть ваш вопрос по-прежнему остается открытым для тех кто еще встречает для тех кто еще не встречается карты говорят о том что вы не будете одинокими и в вашем ближайшем окружении возможно есть человек который является просто пока другом или подругой и вы этого человека не рассматриваете на серьезные отношения но возможно стоит и об этом говорит шестерочка чаш о том что кто-то проявляет к вам интерес но для вас это просто дружба перейдем к центральной карте вашего расклада которая расскажет о основных моментах связанных с работой с делами и также о том что сейчас по карме и мы видим активную карту рыцаря жезлов эта карта говорит о том что многие из вас не будут сидеть на месте для мужчин это гиперактивность вы все время на ногах вы все время при деле вы постоянно куда-то едете куда-то торопите что-то решаете с кем-то встречаетесь может быть кто-то находится в состоянии дорог движения может быть вы просто за рулем собственного авто для вас очень важно что-то в этом периоде успеть и у вас получается для женщин эта карта говорит о том что на вашу жизнь во многом может влиять мужчина если вы планируете дороги поездки они также могут зависеть от мужского лица и если говорить о женщинах то вам без мужской помощи явно не обойтись и вам не стоит игнорировать помощь мужчины так как это карта основных кармических задач она и призывает мужчин козерогов к тому чтобы вы действительно были активны не сидите на месте не ждите с моря погоды а делайте эту погоду сами то что касается ваших финансовых потоков здесь тоже все будет нормально даже если у кого-то есть долги или кредиты то по четверки монет вы сможете успешно закрывать вот эти долги конечно же по четверки монет вам кажется что денег недостаточно вам хочется больше для вас важно откладывать вы пытаетесь отложить хоть немножко хоть чуть-чуть для того чтобы был вот этот денежный резерв вы очень боитесь трат в этом периоде то есть вы стараетесь где-то даже сэкономить вы боитесь того чтобы у вас никто не просил в долг не одалживал вы к этому явно не готовы но вы и сами ни у кого ничего не хотите просить вы не хотите ни от кого зависеть для тех кто не работает вообще эта карта может говорить о том что у вас есть определенные накопления которые вам помогают в дне сегодняшнем но вы боитесь того что все-таки идут расходы и деньги тратятся давайте все-таки возьмем дополнительные карты для тех кто имеет основную занятость и для тех кто в поиске работы для тех кто ищет работу вы обязательно найдете и в скором времени для женщины работу скорее всего поможет найти мужчина а для мужчин вы и сами способны найти что-то для себя неплохое но скорее всего к вам с хорошим предложением будет идти темненький мужчина и вам стоит это предложение рассматривать давайте возьмем дополнение для тех кто работает для вас выпала карта влюбленных старший аркан эта карта предполагает любого рода выбор в отношении работы партнерства с кем-то у вас здесь уже заключена договоренность но лично в вашей душе есть какие-то сомнения или противоречия возможно вы что-то хотите поменять либо вас далеко не все устраивает в основной работе и семерочка посохов предполагает любые споры конфронтацию разногласия в работе то есть кем-то вы тут спорите по поводу дел но в общем то всегда сможете до чего-то договориться я имею ввиду в хорошем смысле этого слова и давайте возьмем еще для вас одну дополнительную карту это туз чаш она говорит о том что если вы захотите начать попутно параллельный проект новые начинания у вас получится захотите вообще сменить работу у вас также получится но эта карта говорит о том что кто-то вам здесь поможет из самых близких друзей или родни и давайте возьмем карту для тех кто в поиске мы видим карту ключика троечка посохов карта кармическая она говорит о том что начинайте искать уже сейчас у вас будет как минимум два а то и три возможности себя реализовать поэтому будет выбор поэтому поторопитесь все получится работу вы найдете и вполне достойную возможно с дальнейшим ростом если вас волнует карьера и на внешний мир для вас выпала карта старшего аркана мага она говорит о том что вы весьма предприимчивы у вас очень практичный ум у вас очень светлая голова вы умеете любую ситуацию очень быстро оценивать у вас работает смекалка вы показаны как очень непростые личности даже если вы работаете на кого-то вы способны сами руководить другими людьми вы способны по этой карте кому-то внушать свои мысли способны добиваться того что важно вам поэтому пользуйтесь своим даром убеждения он у вас есть но из внешнего мира также кто-то может манипулировать вашим сознанием вашими мыслями вам могут навязывать свое мнение или свои желания но таких людей вы очень быстренько ставите на место то есть не позволяете кому-то манипулировать собой но возможно вам нужно будет решить какой-то важный вопрос связанный с новым начинанием и здесь вам понадобится чья-то помощь скорее всего вам эту помощь предложат но на каких-то своих условиях но это будет выгодно и вам этой стране поэтому вы можете эти условия принять на скрытые факторы на ближайшие две недели для вас выпала троечка чаш карта пажа монет и карта старшего аркана звезд в общем-то три замечательные карты и они говорят о том что на ближайшие две недели вы абсолютно защищены вам ничто не угрожает я не вижу никаких потерь болезней страданий наоборот по этим картам я вижу радость конечно много финансовой суеты по-прежнему есть переживание из-за денег из-за работы но вы показаны как очень усердные очень трудолюбивые люди у которых однозначно есть цель и по звездам вы эту цель добиваетесь у вас очень много планов и вы способны осуществить многие из них по поэтому верьте в свою светлую звезду высшие силы рядышком с вами умеете пользоваться теми связями которые у вас уже наработаны также нарабатываете новые знакомства они также вам будут в помощь большую силу имеет интернет об этом также говорит карта звезд во многом вам будет поднимать настроение переписка или звонки с кем-то издалека и конечно же троечка чаш предвещает радость возможность отдохнуть возможность расслабиться вы на что-то будете тратить деньги но вы не будете об этих деньгах жалеть хотя сейчас я вижу что вы пытаетесь сэкономить накопить где-то экономите на себе но потом вы с легкостью на что-то денежки будете тратить но для многих из вас я вижу важно вкладывать деньги в свой рост в свое будущее постепенно маленькими шагами но вы идете к своей заветной мечте и давайте посмотрим чем для вас эта неделя завершится на завершение этого периода выпала карта пажа мечей это уже второй паж вашем раскладе это говорит о том что и выходные вы как будто бы не можете расслабиться очень много суеты хлопот беготни и возможно кто-то поэтому уже на следующий период захочет отдохнуть расслабиться поэтому для вас и выпали карты отдыха хотя многие и на этой неделе по четверке жезлов смогут совместить приятное с полезным но на выходные такое чувство что у вас нехватка информации вы для себя ищите что-то то что вы хотите получить вот эту информацию на руки это могут быть напряженные телефонные разговоры отдохнуть толком нормально не получается но давайте возьмем карту основного совета и для женщины и для мужчин и здесь мы видим карту семерки монет запаситесь терпением умеете ждать а терпения у вас хватит на всех больше всего вас скорее всего волнуют вопросы работы денег карьеры пока вы не можете перепрыгнуть выше тех финансов которые у вас есть но здесь нужно выждать подходящий момент для того чтобы что-то в жизни поменять конечно же продолжайте трудиться и сама по себе эта карта в любом случае говорит о финансовых поступлениях деньги небольшие но они у вас будут и вы сможете решить многие задачи давайте посмотрим теперь сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта короля мечей эта карта дает ответ да но она говорит о том что ваш вопрос решается либо в сложностях либо на нервах если говорить о мужчинах козерогах эта карта может показывать его собственной персоной и она говорит о том что если вы хотите получить желаемое берите ситуацию под свой полный контроль в чем-то проявите характер смелость где-то даже жесткость проявите свои амбиции умеете анализировать умеете планировать и все получится но если говорить о женщинах скорее всего без помощи мужчины вам не обойтись или на ваш вопрос будет влиять мужское лицо и для мужчин и для женщин если это какой-то коммерческий вопрос эта карта может показывать мужчину из внешнего мира чиновника начальника адвоката юриста если вопросы были связаны со здоровьем эта карта может показывать врача и говорить о том что лечение необходимо или необходимы обследования но у вас будет очень хороший специалист уважаемые козероги таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях была ли для вас эта информация полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем удачи и до свидания